Лавочки с шаурмой будут закрыты. Роспотребнадзор начал инспектировать в Махачкале точки продажи этого популярного блюда. Причиной внеплановой проверки послужило массовое отравление в октябре этого года в одном из столичных кафе. Теперь в случае выявления серьезных нарушений, санитарных норм, киоски прекратят свою работу. Как готовят шаурму в Махачкале, а главное, можно ли ее есть, выясняла наш корреспондент Карина Баталова. Я одеваюсь, просто иногда потеет. Так потеет не бывает, надо соблюдать. Отсутствие перчаток и головного убора до прихода сотрудников Роспотребнадзора никак не смущало этого кулинара. Мясо на вертеле не прикрыто, собственно, как и все остальные продукты. А ведь здесь готовилась не одна шаурма. Почему-то простые правила так сложно запоминаются. У нас все документы есть. В общем, у вас здесь никаких документов, ничего, вы так работаете. Вы продавец? Да. Хозяин кто? Хозяин один. Вы арендуете это место? Нет, как работают, пусть работают. Ни хозяев, ни ответственных. Признавать грязь своей виной никто не желает. Документы на продукты в большинстве случаев отсутствуют. Откуда они и когда произведены, остается неясным. О правилах товарного соседства и температурного режима при хранении продуктов держатели подобных киосков порой и вовсе не знают. И даже все это не отпугивает самых верных посетителей. Очень хорошо готовят здесь, очень вкусно готовят, насколько я здесь работаю, на рынке саженцы торгую. Каждый обед я сюда прихожу, постоянно кушаю здесь, вкусно готовят, нет никакой этой жалобы. Сарафанное радио мгновенно доносит весть о проверке. Например, хозяин этого киоска говорит, что пришел сюда, чтобы просто поесть. А сейчас, видите ли, точка закрывается. Очередная закрытая лавка. При виде сотрудников Роспотребнадзора хозяева быстро уходят с рабочих мест. И все же контроля им не избежать. Специалистами Роспотребнадзора уже проверено более трех десятков объектов питания. И ни один из них не соответствует нормам. По итогам проверок, несоответствующая продукция арестована. Принимаются меры административного воздействия. Также в отношении нарушителей принимаются меры вплоть до приостановления деятельности. Тем не менее, в столице все же есть немало точек по продаже быстрого питания, в которых хозяева стараются соблюсти предписанные нормы и обезопасить своих клиентов. Увеличить число таких мест под силу и обычным жителям города. Ведь как известно, где спрос, там и предложение. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.